Понятно, что выступление русского участника на таком конгрессе связано со столетиями двух наших революций, февральской и октябрьской 1917 года. Поэтому я, конечно, прежде всего буду говорить об этом, о том, как революции и эволюции в истории России пытались достичь определенного результата, чего достигали и чего не достигали. С моей точки зрения, эта история началась в XIV веке, во время так называемой Great Diversion, когда целый ряд стран пошли на второе издание крепостничества, в том числе России. И с тех пор в России многократно возобновлялись такие ситуации, как крепостничество и самодержавие, причем эволюции пытались преодолевать медленно, революции пытались преодолевать их одним скачком, но они нередко возвращались снова. Обусловливая такую экономическую недостаточную эффективность развития страны при значительных потерях не только в ресурсах, но иногда и в человеческих жизнях. Поэтому для меня в этом смысле главным поводом исследований и причиной является нахождение способов решения path dependence problem, эффекта колеи, как по-русски, на мой взгляд, это стоит называть. Я полагаю, что это связано прежде всего с воздействием культуры на институты, то есть с тем, как взаимодействовать между собой неформальные и формальные институты. Собственно, о перспективах и сценариях российского развития в связи с такой постановкой проблемы я и попробую рассказать более подробно. Редактор субтитров А.Семкин